Станислав Юлианович Жуковский, русский художник польского происхождения, родился в 1873 году. В 1901 году Жуковский окончил Московское училище живописи, вояния и зодчества. Его учителями были знаменитые художники Исаак Левитан и Василий Поленов. К началу 20 века художник стал одним из самых известных в России пейзажистов импрессионистического направления, которое позволяет наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Все без исключения полотна Жуковского написаны с натуры. Предлагаем вашему вниманию описание картины «Весенний пейзаж с фиалками». Время написания 1900-е годы. Жанр импрессионизм. Размер 74 на 61,5 см. Холст, масло. Картина находится в частной коллекции. На картине в вертикальном исполнении изображен вид из открытого окна, расположенного на первом этаже дома. На переднем плане в центре композиции подоконник. Слева распахнута на улицу створка деревянной оконной рамы со стеклами. Она состоит из двух одинаковых прямоугольных частей, разделенных перегородкой. Подоконник и рамы окрашены белой краской. На них под углом падает солнечный свет. Он освещает центр подоконника и нижнюю часть рамы. Верхняя часть находится в тени. На подоконнике стоит овальное плоское светло-зеленое блюдо. В нем растут фиолетовые цветы на невысоких тонких стебельках. Они посажены довольно плотно и занимают все блюдо. Зелено-бурые листья растений свешиваются параллельно подоконнику и немного изогнуты. Весь вид из распахнутого окна занимает лесной пейзаж. Белые стволы еще голых берез перемежаются с сочной зеленью рядом растущих елей. Лес растет так часто, что нет просвета среди деревьев. Над их кронами ярко-голубое небо. Лес освещает солнце. Между стволов на земле лежат тени. Под окном от дома к лесу тянется тропинка. На поляне перед окном пожухлые кусты перезимовавших многолетников. Они еще не расцвели. Земля покрыта прошлогодней тусклой зеленью.